Братья и сестры, слава Господу! Сегодня у нас особое служение, и оно из двух частей состоит. Я должен закончить первую часть служения, и мы в конце будем молиться, будем молиться за нужды, которые поступили к нам. А вторая часть служения будет тоже особая. Мы будем молиться о том, чтобы Бог благословил нас. Братья и сестры, хочу поделиться словом. Не раз и не два мы слышали рассказ из Библии о Марфе и Марии. Вспомнили, да, эту историю? И не раз и не два мы сидели дома и рассуждали с моей женой, и говорили, и она все время не соглашается. Ну как так? Марфа старалась сделать все самое лучшее, и она получила упрек, а Мария, которая ничего не делала, получила благословение. Как-то несправедливо. Я вот как раз сегодня хотел поговорить об этих людях, и в основном о Марфе. Давайте прочитаем Евангелие от Луки, 10 глава. В продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина имени Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра имени Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала, «Господи, или тебе нужды и нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ, «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Скажите честно сами себе, братья и сестры, какой образ Марфы в нашем сознании? Я думаю, что многие из нас так критически относятся к этой сестре. И думают, ну вот такая недуховная, так она все как бы неправильно поступила. Но я вам хочу сказать, братья и сестры, что это совершенно не так. И мы с вами поймем, рассуждая над Словом Божьим, кто же была на самом деле Марфа. И ее поступок, который произошел в тот момент, он действительно был неправильным. Он не заслуживает одобрения, не похвалы. Там, где написано, что Христос сказал ей, «Ты заботишься и суетишься о многом». И знаете, как-то оно так даже мягко сказано. Христос так мягко сказал, «Ты заботишься, суетишься о многом». Но на самом деле, когда мы читаем эти слова в оригинале, в греческом переводе, то эти слова, «заботишься и суетишься», они подразумевали чуть-чуть более глубже положение или состояние Марфы на тот момент. И оно выражается в наших сегодняшних современных словах, как беспокойство, переживание излишнее, нервозность, раздражительность. И Христос заметил вот это состояние неправильное. Его не интересовало, сколько она делала, много ли, мало ли, состояние ее на тот момент было неправильно. И он осудил именно это. Марфа, твое состояние неправильное. Ты не в том духе делаешь то, что ты делаешь. Если бы ты подала ей чашу простой воды, но с любовью, но с открытым сердцем, ты бы не потеряла награды свои. Ты делаешь большое угощение, это прекрасно, но сердце, положение не совсем правильное. И он показал ей на это. Но вы знаете, когда мы посмотрим на нашу с вами жизнь, разве у нас не бывает таких ситуаций, когда мы нервозные, раздражительные? Сколько у нас таких бывают ситуаций, даже когда в воскресенье мы спешим на служение, и кто-то опаздывает с наших детей, или жена задерживается, или еще кто-то. Что мы чувствуем в это время в сердце своем? Какие мы сегодня отношения имеем в отношении таких ситуаций? Не раздражаемся ли мы? Не проявляем ли нервозность какую-то? Когда мы делаем какую-то работу, и у нас что-то не получается, знаете, ну не выходит что-то, что мы делаем в этот момент? Какое наше состояние? Мы радуемся как-то, стерпим, посидим, отдохнем, или же проявляется что-то такое, что не угодно ни Богу, ни нам? Когда мы, знаете, слышали такие истории, священник один, монахи, строил забор, и прибежали мальчишки, и сидели, смотрели на него, а он спрашивает, а что вы, ребятишки, прибежали тут? А они говорят, а мы ждем, когда вы по пальцу молотком ударите, и хотим посмотреть, какая ваша реакция будет. Вы знаете, вот у нас таких ситуаций много бывает, когда что-то не так происходит, а когда наши взаимоотношения взять, мужья и жены, жена что-то сделала, а мужу не понравилось, что он говорит в этот момент? Или что-то сказали не так, каково наше состояние? И вы знаете, у нас таких промахов и ошибок, как у Марфы, может быть, очень много, однако мы себя святыми называем, верующими, приходим в собрание, ничего не, ну, ну, так понимаем, что это жизнь, мы пытаемся что-то улучшить, так само было у Марфы. Она не была на самом деле в таком состоянии греховном, просто был момент, где она не пободрствовала, а мы ее осуждаем через всю жизнь. А вот если посмотреть на ее характер, на ее поступки, ее поведение, то можно найти очень добрых и много хороших вещей. И в первую очередь, вот в этой ситуации, когда они там находились, посмотрите, что сделала Марфа. Она заботилась о большом угощении. Придет Иисус Христос в наш дом. Я хочу все сделать для Него. Посмотрите, какое большое и широкое сердце у Марфы. Как она хочет сделать. Самое лучшее, самое прекрасное. И вроде бы хорошие мотивы, и все, ну, ошибочно поступило, неправильно. Не судим ее чрезмерно за то. Она стремилась сделать большое угощение. Это говорит о ее большом и добром сердце. Ничего не говорится о том, кто были их родители, где они были, были ли они живы, или они давно умерли. Но понятно, что Марфа старшая в доме, и она отвечала за весь порядок в своем доме. Она должна была заботиться о Марии, о брате своем. И на нее плечах лежала большая ответственность. Она это делала. Ее сердце при всем этом было широким, большим и добрым. Она хотела сделать прекрасное и доброе угощение для Иисуса. Второй момент. Когда она увидела, что Мария не помогает, вы знаете, она не пришла и не выпалила ей напрямую. не сказала ей в глаза, Мария, да как же так? Чего же ты не идешь помогать мне? А это у нас очень часто случается. Если мы, против нас кто-то не так поступил, то мы готовы столько вылить на этого человека, чтобы ему мало не показалось. А что Марфа сделала? Она пошла к Иисусу. Она его попросила. Иисус, ну посмотри, ты ж видишь, я сама, мне тяжело. Мария не хочет помогать мне. Друзья, как часто мы идем к Иисусу, когда у нас есть какие-то недопонимания. Когда мы видим человека, который рядом с нами, который, может быть, поступил неправильно, который, может, ну что-то не так сказал. Как часто мы идем к Иисусу и просить его, Господи, ты знаешь все. Я не хочу обидеть своего брата, свою сестру, но у меня сердце болит, мне тяжело. Господи, помоги, выйди навстречу, дай какой-то прорыв в этой ситуации. Пример Марфы достойной подражания. Следующий момент, это уже говорится, когда прошло какое-то время, и в Евангелии от Иоанна уже рассказывается о том, что ихний брат, Лазарь, заболел и потом умер. И вот здесь в двух главах рассказывается о том, что происходило и какая у них беседа была с Иисусом Христом. И снова появляется Марфа, появляется Мария. И здесь уже показывается более утонченный или глубокий характер Марфы. Посмотрите, Евангелие от Иоанна, 11 глава, с 22 по 20... Я извиняюсь. Иоанна, 11 глава, 21 стиль. Говорится так. Тогда Марфа сказала Иисусу, Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой. В этих словах и в следующих стихах, которые рассказываются в этой главе, показывается любовь Марфы до Слова Божьего. И не просто любовь, вы знаете, там, пришел время от времени, почитал что-то или подумал, поразмышлял. Ее глубинные познания Слова Божья заставляют меня и каждого человека задуматься о том, кто же была Марфа. Она в этом стихе говорится о том, что она верила в исцеляющую силу Иисуса Христа. Она говорит, если бы вот ты был здесь, он бы не умер, ты бы исцелил его. Она верила, что Иисус Христос исцеляет. И эта вера была глубокая и простая в то же самое время даже сомнений не было. Она говорила об этом прямо. Следующий момент, когда говорится в 22 стихе, она говорит, ну и теперь знаю, что чего ты попросишь, у Бога даст тебе. Да, Лазарь умер, да, уже все произошло. Ну и теперь знаю, что если ты что-то попросишь, Бог даст тебе. Что-то глубокое. Вера во что-то более сильное, сверхъестественное. Христос, это необычальные личности, в Него такая была вера. Вера в то, что будет воскресенье, там дальше рассказывается. Она верит, что будет воскресенье. Да, знаю, что будет воскресенье. И эти такие глубинные познания о том, что будет воскресенье, немногие люди понимали, даже в то время в Израиле. А Марфа знала об этом. И последний момент из ее познания, из Писания, говорится в 27 стихе. Она говорит ему, так, Господи, я верю, что ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир. Братья и сестры, расскажите мне, кто исповедал Иисуса Христа Господа, Мессии, кто? Мы все с вами знаем. Петр, вот ты имеешь глаголы вечной жизни. И проповедники везде и всюду говорят об этом. Как в нем была такая вера? Откуда она к нему пришла? И Христос говорит, это отец мой открыл тебе это. Это не твое, это Бог, отец, открыл тебе это. За Петра-то мы знаем, а вот Марфа, откуда у нее такая вера, такое познание, что Он есть Сын Божий. Это жило в ее сердце. Глубинное знание в Писании заставляет верить в то, что Мария меняется. Да, были моменты, когда она поступила неправильно, но ее стремление к лучшему, к доброму меняет ее состояние, меняет ее жизнь, ее сердце. Следующий момент, когда в этом разговоре, она посылает человека, чтобы позвал Марию, и он бежит, объявляет Марии, Мария приходит. Ее любовь к своей сестре, ее любовь к своему брату, это говорит о том, что у нее была забота об этих людях, забота о людях, попечение о людях, любовь к ним, это тоже то, что говорится во второй заповеди, так, про который Христос сказал. Возлюби ближнего ты его, как самого себя. И она это делала, это было в ее сердце. И последний момент, это дальнейшее служение или ее полная перемена, ее отношение ко всему тому, что происходило. В Евангелии от Иоанна, 12 глава, 1-2 стихи, говорится, что за шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Ифанию, где был Лазарь умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила. Мне очень нравятся эти слова. И Марфа служила. Лазарь выжил со всеми гостями, Мария приходит и поливает маслом, он мажет ноги Иисуса, отирает волосами, а Марфа служит. В ее сердце уже нет раздражения, в ее сердце уже нет каких-то беспокойств, какой-то нервозности, она служит. И это показывает ее сильный и твердый характер, ее перемену. Братья и сестры, можно оставаться в своем характере, в своих поступках, в своем поведении, и это будет состояние наше, которое не позволяет нам приобретать большие Божьи благословения. А можно меняться, можно преобразовываться в лучший характер, преобразовываться в образ Христа, становиться иным человеком, становиться тем, который сегодня сможет чего-то достигать в жизни. Для меня пример Марфы служит хорошим и добрым примером. Ошибка, которая была сделана раньше, превратилась в благословение. Она работала над собою, она стремилась к Богу, она познавала Слово Божье, и в конечном итоге она служит Иисусу, всем людям. И этот пример остается для меня очень приятным. Братья и сестры, я хочу сказать для каждого из нас с вами, у нас у всех есть свои ошибки, свои, ну, даже состояния. Но я хочу призвать каждого из нас с вами. Друзья, не оставаемся в своем состоянии. Давайте выходить из этого. Если я чувствую, что у меня есть какая-то проблема, если я чувствую, что у меня есть что-то, что мне мешает для моей полноценной духовной жизни, не оставайтесь в этом. Меняйтесь, преобразовывайтесь в лучшего человека, работайте над собою, просите Бога, чтобы Он помог вам, чтобы Он дал вам силы. Углубляйтесь в Писание, молитесь перед Богом, чтобы наш характер менялся. Потому что мы сегодня можем называться верующими и говорить, что у нас все прекрасно, мы не пьем, мы не курим, мы не делаем какие-то злые дела. Да, правильно, но есть еще внутренние вещи, над которыми нужно тоже работать. И нам всем этого так не хватает. И я хочу, братья и сестры, чтобы каждый из нас увидел пример Марфы, как человека, который сумел поменяться. И для меня это очень сильный, добрый пример сильного человека, твердого в своем характере, в своих поступках, в твердом своем намерении двигаться вперед. И это прекрасно. Пусть Бог благословит каждого из вас, и меня, и всех нас. Да будет ему слава за все. Аминь.